Здравствуйте! История, о которой пойдет сегодня речь, будет даже видео из Зала судебных заседаний в апелляционной инстанции, началась еще в 2022 году, в октябре месяце, когда мы с моим доверителем обратились в суд с исковым заявлением о разделе совместного имущества. А наши оппоненты, его бывшая супруга вместе с ее адвокатом, заявили встречное исковое заявление. Тогда все дело закончилось тем, что вторая сторона, наши оппоненты, полностью в пух и прах проиграли это дело. И так получилось, что даже остались нам должны порядка, если не ошибаюсь, то ли 160, то ли 180 тысяч рублей. По итогу они подали апелляционную жалобу. Суд первой инстанции 8 месяцев не мог передать материал в суд апелляционной инстанции. В итоге материал был передан. Было назначено судебное заседание по апелляционной жалобе. В первое судебное заседание пришел еще предыдущий адвокат, который представлял интересы бывшей супруги. После того заседания бывшая супруга, видимо, поняла, что тот адвокат, в общем-то, не способен вести такое дело. Поменяла адвоката и, как сказать, пришел такой довольно-таки импозантный мужчина в костюме со всеми такими атрибутами адвоката. Но я так понимаю, что бывшая супруга опять сделала неудачный выбор в плане своего представителя. И вы это сами все увидите в ролике из зала судебных заседаний. Как выяснилось, адвокат не знает оснований для того, чтобы апелляционная инстанция перешла рассматривать дело по правилам первой инстанции. Адвокат не знает, как в настоящее время заявляется ходатайство о назначении экспертизы. Какая процедура, в общем-то, должна быть при заявлении такого ходатайства. Он не подготовил свою доверительницу, вследствие чего там уже на повышенных тонах коллегия делала ей замечания. И это только первое заседание с новым адвокатом. Если вам видео понравится, я опубликую второе заседание. Вот это заседание, которое сегодня будет вам показано, оно состоялось в сентябре месяце. Потом следующее заседание с этим же адвокатом состоялось в октябре месяце. Там видео еще будет интересней. И состоялось заседание в ноябре месяце. Сразу забегая вперед, скажу, что и этого адвоката бывшая супруга поменяла на женщину-юриста, которая пришла в суд апелляционной инстанции просто только с доверенностью, без диплома о высшем образовании. Вследствие чего ее не допустили в судебное заседание. Вот такие вот специалисты. А вы делаете выводы, так сказать, что специалиста надо все-таки искать. Хотя тяжеловато найти в настоящее время специалиста. Ладно, я здесь сейчас сделаю вставочку, соответственно, чтобы вы понимали о том, какие основания вообще существуют для перехода апелляционной инстанции слушания дела по правилам первой инстанции. Список довольно-таки исчерпывающий. Так, на всякий случай, просто чтобы вы понимали. Ну, приятного просмотра. А мы увидимся в следующем видео. Всем до встречи. Пока. Вы озвучите их можете? Да, есть вопрос очень. Смотрите, наша основная суть в том, что у нас есть всегда легко видеться два автомобиля в живое строение. По датству озвучку, пожалуйста. Да, мы очень просим рассмотреть в том, что по правилам первой инстанции. Сейчас я проясню, пожалуйста. Перейти к рассмотрению в втором правиле инстанции в Германии станции? Да, мы очень просим. По каким основаниям? В производстве инстанции, вот у меня вот дело сейчас, имеются две оценки живого строения. Первое из отливчика, а то, что это подсорка такая стоит 50 тысяч рублей. И институты, потому что это все тяжелое строение, а мы что-то на регионах. Да, основания для них будут рассмотреть в скором правиле инстанции. Мы вас правильно понимаем? Да, слушайте, в процессе суда, так сказать, неоднократно суд, моя председательница просила суд провести эту экспертизу, но почему-то я не нашла свое отображение материалового дела. Ну, вы просите провести экспертизу? А у вас какое ходатство заявлено? Да, 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 сейчас вот я могу припейти. А в судебе инстанции-то заявлялось? А я ведь до суда. Да, я вот, ну, почему-то я не нашла отображения. Ходатство, где выяснили, что-то вопроса, переезжайте через себя. Сейчас я все вернусь в конечку. Подпишите, пожалуйста. Иду, иду. А вы как-то определитесь в экспертизу в просите или первую инстанцию? Подайте, пожалуйста, в итоге вы провести экспертизу или перейти? А для экспертизу и я в проведении второй инстанции по правилам другой и такшим делом, по-другому. А в КПК у нас есть перечень оснований, по которым вы проводите смотрение дела по правилам статьи или инстанции. А вы понимаете, он исчерпывающий. На пункте ксаршинке, пожалуйста, статьи. Только вот то, что я написал, больше никогда не надо, чтобы сослаться. С удовольствием, я не отвечал. Прочитаю. Пожалуйста, мнение с того стороны, да, не будет осмотрение дела по правилам. Оставляем на усмотрение коллегии. Что мы говорим? Что мы говорим? Что мы говорим? Что мы говорим? Мы говорим о продажах, а то, что вы посмотрели дела по правилам государственной инстанции, поскольку основания, которые приходят, которые смогут стать 255, мы не имеем в силу. Да, спасибо. Дальше, председатель. Самое главное, объявиться, что это не сколько стоит денежная. И вы внесли денежные средства на депутатику и газ по вложению? Да, говорю. Вы внесли? Нам нужно написать сумму. Вы хотите, чтобы мы вам обозначили эту сумму или что? Ну, сумму можно назначить только в экспертной организации. Если вы знаете, Игорь Владимирович, алгоритм вести, почему же вы в настоящий момент не обратились в экспертную организацию, не уточнили, где такие экспертизы проводятся и сколько она стоит и внесли денежные средства на депозит? Да. Поясню. В конечном итоге сумма начать другую экспертную организацию. Как правило, у нас коважается. Поэтому день его носить не будет. Будем. Но сумму все-таки хотим, чтобы объявила та экспертная организация, которая будет ее вести. Вы, по словам, все рассчитали? Сейчас вы предлагаете организацию? Не знаете, какие экспертные организации? Там, ваше казалось, задержится организация еще раз, главного, готовности, как на депозит, как на депозит. Предлагаемое. Первое, предлагаемое, это предварительное медсейминное предварительный счет суда. Это тоже, в основном, не депозит. Хорошо, ваше казалось, все понятно. Сейчас мы вытащим. Ваше казалось, что обращение пойдет в судебные ступи и судебные проведения отказывают, поскольку непреоставленное доказательное, если не депозит, не депозит, не депозит. Этот процесс вступил два дня назад. Я уже через какого-то судья ходил в середине каждого года, и очень прошу сегодня, когда не восхакливаться, когда тебе возможность, где он ознакомится и выслежит еще кто-то. Восправляем, но смотрим. Ну, есть такое правило. Я, коллеги, в области, в районах кадастров, в основании, разъяснив на правом заявлении кадастров, проведение экспертизы, которым направляется в адресу выходить. За благоприятие на смесение денежных средств, вредить на право областного удаления. Кроме того, мы повторно разъясняем необходимость представления доказательств того, что денежные средства, которые были потрачены по кредитной карте, были потрачены на нужды семьи. Будьте так добры, не надо, пожалуйста, комментировать, будьте так добры, мы вас повторно обязаны представить данные доказательства. Денежные средства, которые потратили в период брак, с кредитной карты, не потрачены на нужды семьи. Будьте так добры, не комментируйте, второй раз мы вам говорим. Всего доброго. До свидания.